Сегодня у нас тема жажда. И картинка есть, там земля такая потресканная. А можете мальчика того показать? Если можно уменьшить чуть-чуть. Сейчас. Если получится уменьшить, то хорошо. Мальчика вы видите, сильно он хочет жажды, сильно он хочет воды, сильно жаждет он. Но если получится, хорошо. Ну вот, приблизительно так, видите? Вот такой каждый из нас, когда мы жаждем. А теперь жажда, та картинка. Это такая веселая, радостная, чтобы вас развеселить. Не знаю, как получилось у меня, но я стараюсь. Теперь жажда. Теперь покажите вот эту иссохшую, потресканную землю. Вот она такая. Кто хоть раз в жизни жаждал воды? Один человек, два, три, четыре, пять, шесть. Ну ладно, все остальные просто воздержались. Жажда. Что такое жажда? Что такое жажда? Это когда организм теряет свою воду, свою влагу, и сигнал поступает в разум, что тебе надо обязательно куда-то прийти и напиться воды, да, восполнить этот недостаток. Это если так мы рассуждаем с вами. А как эта жажда выглядит на самом деле? Вот мы все понимаем, нам нужна вода. А как тебе, как описать до этого человека, которому нужна эта вода, когда он целый день на жаре и хочет сильно воды? Вот как описать такого человека? Какой он? Жаждущий. Он уже, наверное, такое состояние, что он уже вообще ни о чем не хочет думать. Он хочет воды. И в начале этой жажды он хочет воды холодненькой, с ледиком, да, или с холодильничка. Потом уже ему без разницы, какая она вода, холодная, не холодная, чтобы она была мокрая, чтобы она была влажная, чтобы ее... Потом, может быть, наступает такая жажда, что ему уже вообще не важно, чтобы это была вода, но чтобы можно было напиться, да. В одном кинофильме я видел, как в пустыне от жажды человек умирал и верблюду вспорол в вену и пил кровь. Вот это уже уровень жажды, когда он вообще что-то, что-нибудь жидкое хочет в себя внутри поместить, потому что есть нужда, есть необходимость. И тогда ты не важно, как ты выглядишь со стороны, да. Когда ты чуть-чуть хочешь водички, ну, ты можешь так прийти домой в вальяжно, открыть холодильник, достать там бутылочку воды, может, кто-то любит сладкую, кто-то минеральную, кто-то газированную. Налить, выпить. Ах, хорошо, замечательно. Все, жизнь удалась. А когда ты жаждешь очень сильно, ты уже готов там под кран залезть весь всем своим естеством, чтобы сделать хотя бы эти живительные глотки, и первые глотки ты делаешь так жадно, что тебе вообще все равно. Тебе уже ни до приличия, ни до чего. Все твое естество, весь твой организм, он кричит, «Я хочу, 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 хочу». Бывает такое? И когда ты наполняешься водой, все у тебя становится замечательно, все у тебя становится хорошо. Ну, если мы берем во внимание, что до этого ты очень сильно жаждал, когда ты очень сильно жаждешь, я повторюсь, ты уже не смотришь ни на какие свои проблемы. Тебе это вообще не интересно, что там происходит в мире, в политике, в семье, или с твоими родными, или с твоими близкими. У тебя есть одна мысль, одна цель, напиться, утолить эту жажду. Аминь. Вот в таком состоянии, когда ты удовлетворяешь эту жажду, ты считаешь себя полностью счастливым. Конечно, потом, когда у тебя воды появляется в достатке, много и всегда, тогда у тебя появляются нужды какие-то другие, или ты вспоминаешь, какие у тебя нужды были. Но главное при жажде, тебе надо утолить эту жажду. Утолить немедленно, очень быстро, особенно когда ты очень сильно жаждешь и очень хочешь пить. И мы переходим к слову. Первое уже там было, Исаии 55, 1. Жаждущие. Идите все к водам, даже и вы, у которых нет серебра. Идите, покупайте и ешьте. Идите, покупайте без серебра и без платы вино и молоко. Жаждущие. Есть жаждущие? У нас есть жажда. У нас есть по кому жажда у нас есть? По какой воде у нас живительной есть жажда? По слову Божьему, по Духу Святому, по Богу живому и действенному, который постоянно внутри тебя находится. И у нас есть эта жажда. Одно слово для тех, кто находится сейчас или думает, что он находится в пустыне. Пустыня это тоже, вроде бы, как означает жажда. Когда все иссохло, когда ничего не хочется, это я уже на верующих перевожу. Когда тебе ничего не хочется, когда ты ходишь по обыкновению на служение, когда тебя заставляют еще прийти на молитву в среду на 18.30, ты тащишь туда свое тело и притаскиваешь туда свое тело. И как один из персонажей фильма говоришь, ну давай бухти, как космические корабли бороздят просторы Большого театра. Ты уже все знаешь, тебе уже все известно, ты уже все пробовал, и жажду, и радость, и мудрость, и поклонение, и прославление. Что еще я не знаю? Я все знаю. Что ты мне можешь нового рассказать? Вот это слово сегодня для таких людей. Ну и для каждого. Попробуем что-то рассказать, или Бог попробует что-то сказать через меня. Я думаю, что у него получится. Жаждущее. Бог предлагает. Да, Слово Божье говорит. Слово Божье говорит сейчас к тебе. Жаждущий. Иди к водам. Даже если нет у тебя серебра, и даже если у тебя нечем за это заплатить, иди. Иди в Божье присутствие. Иди. Иди на молитву. Иди на служение. Иди. Иди. Но и не иди туда по обыкновению, как такой суперумный профессионал, который уже все знает. А приди с этой жаждой, с нуждой. Воззови. Да, есть одно слово Божье. Воззови ко мне, и я услышу. И отвечу тебе. Воззови. Воззови. Это не просто скажи, Боже, ну помоги мне, пожалуйста. Мне, в принципе, все хорошо, все нормально. Ну, если надо жажда, то пусть будет жажда. Если надо радость, пусть будет радость. Если ты жаждешь, приходи. Если нет серебра, Бог за тебя оплатил это все. Иисус оплатил за каждого из нас. Идите, покупайте и ешьте. Идите, покупайте без серебра и без платы вино и молоко. Другой перевод этого же слова. Эй, эй, всех, кто жаждет, придите к водам. И те, у кого нет денег, приходите, получайте еду и ешьте. Приходите, получайте вино и молоко без денег бесплатно. Бесплатно. Иногда у нас бывает такое, что раз понимание, что раз бесплатно, значит, оно ничего не стоит. Когда оно... Или мы не понимаем, какая ценность лежит в этом бесплатно. Да? Что такое бесплатно, когда Бог предлагает тебя кормить, насыщать, напаять, что такое у Него, это звучит бесплатно, аж как это бесплатно воспринимается тобой. Он себя тебе отдает. Уже отдал и еще хочет насыщать, хочет наполнять, хочет, чтобы ты был радостный, живой, счастливый. Хочешь ли ты этого? В депрессии, кстати, очень часто люди в депрессии долго задерживаются, особенно, мне так почему-то кажется, что особенно мужчины. Почему мужчины? Потому что они такие очень ранимые. Есть такое или нет? У меня в детстве, если я был сильно активным, то бабушка мне поймала, руку зеленкой помазала, все, я уже даю ей палец, уже знаю алгоритм, забинтуй, она мне забинтует, я уже спать ложусь, все, я больной. Мужчины такие, заболел, все, я уже умираю. Жажда, я уже умираю, мне ничего не надо, ничего не хочу, все, может, жена тебя там и тормошит, давай, вставай, пошли, идем. Не, я умираю, оставь меня, я умираю. Мне можно над мужчинами посмеяться, надеюсь, мужчины не обидят. Сам такой. Ой, и вот покажите, пожалуйста, мне ручей, там у нас есть фотография, ручей. Ну, есть еще, еще есть один ручей, еще один ручей. Нет, это уже пересохший ручей, еще один, тут такой, он пересохший, а там, другого нет ручья у нас? Ну, хорошо, пусть будет этот, я скидывал. Посмотрите на ручей, да, вот мы с вами сегодня разбираем, что такое жажда и откуда она приходит. Откуда она приходит, мы понимаем, да, когда мы заходим в какие-то наши тупики и когда мы не знаем, как с этого выйти, конечно, самый, самый легкий способ, особенно для мужчин, в уныние. В уныние, в огорчение. Есть одна песня такая, она вроде бы как веселая, но с плохим смыслом. С плохим смыслом. Никто меня не любит, никто не приголубит, пойду я в садочек и что-то там наемся. Да, и вот только ты сталкиваешься с какими-то обстоятельствами, неприятными в своей жизни, все, сдался, руки поднял, все, я сдаюсь, все, апатия, нежелание, жизнь, депрессия, здравствуй, я твой. А тут какой-то реаниматор тут пытается тебя разрядом с каким-то электричеством. Вставай, 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 проснись, все будет хорошо. Когда это будет хорошо? Скоро. Ручей. Ручей, был ручей, и вода текла. Вот смотрите, вода течет. Сейчас мы попробуем разобраться, жажда, кто есть кто. Вот если мы сравним себя в этой фотографии с этим ручьем, то мы кто? Вода, или сам ручей, или сам канал, как думаете, какие мысли? Что? Русло. Вот, очень хороший ответ. мы вот этот канальчик, да, мы канальчик, который вот есть, а восполнение жажды и сама вода, это Бог. это Он восполняет все твои нужды и все твои желания и всю твою жизнь. Аминь. О чем это говорится? Я могу очень много учить вас и рассказывать, что такое жажда, как надо с утра вставать пораньше в 6 часов утра и молиться, и ходатайствовать, и прославлять, и поклоняться, и так желательно до 9, до 10, до 12 часов дня, пока ты не вступь, не войдешь в присутствие Божие, а потом уже иди на работу. Но это будут такие практические советы, которые, не знаю, насколько они вам помогут и насколько вы в них нуждаетесь. Ну, и это может быть еще и человеческие дела, наши дела по плоти, когда мы хотим что-то сделать, и мы и себе, и Богу пытаемся доказать, что мы чего-то стоим. И тогда это превращается вообще в религию. Это уже религия, это уже пустыня или депрессия как диагноз. Но когда ты осознаешь, что ты без Бога, без Него ничего не можешь, тогда ты полностью Ему отдаешься. Боже, без Тебя я ничего не могу, я без Тебя дышать не могу, я без Тебя пить не могу, я без Тебя жить не могу. Когда я осознаю, что Ты центр, Ты и есть моя вся настоящая жизнь, и все в моей жизни зависит от Тебя, потому что Ты и есть жизнь, тогда я осознаю, насколько я нуждаюсь в Тебе. Мне не надо, чтобы проповедники или кто-то рассказывал, насколько я нуждаюсь, я сам осознаю, я сам осознаю, что я нуждаюсь Тебе. И если в Твоей жизни есть разочарование, огорчение, то это не следствие депрессии, это следствие того, что канал пересох, вода ушла, и Ты нуждаешься в жажде, Ты нуждаешься в Боге. Нужда в Боге это и есть Твоя жажда. Нужда в Боге каждый день с утра до вечера и ночью Ты можешь в Нем нуждаться. Как в Нем нуждаться? Как этому научить? Как это передать? Какой Бог чудесный и прекрасный и славный каждому из вас, чтобы вы захотели в Него влюбиться? Как это передать? Это надо только ваше желание и ваша встреча с Богом, чтобы вы осознали, кто Он для вас. Не для общины, не для всех, а для тебя. Какой Бог для тебя? Аминь. Мы воду хотим пить, потому что мы ее попробовали, она нам полезна, она нам приятна. Вкусите Бога. Вкусите и ощутите, как благ Господь. И это предлагается каждому из вас. Это тебе предлагается. Вкуси его. Ты не можешь его полюбить, ты не можешь его не вкусить, а поверить мне или какому-то другому человеку. Ты должен сам его распробовать, ты должен сам его попробовать, ты должен сам его вкусить, чтобы осознать все, Боже, я вкусил тебя, ты моя драгоценность, я больше не хочу ничего другого. Аминь. Вот эта драгоценность, это вот эта вода, вот этот поток, который выходит из нас, извне. Мы не будем жаждать вовек, но вода, которая исходит из нас, она будет нашим источником жизни, потому что это и есть сам Бог. Сильно может громко я говорю или эмоционально. Вот пример, насколько у меня позавчера, не, позавчера состоялся с Богом, не, вчера, уже возраст, уже что-то, вчера состоялся с утра разговор с Богом, мне Бог дает сны, потом я с Ним с утра сажусь разговариваю, очень долго, мне это все нравится, я его очень сильно люблю, и я вкушаю его, каждый раз я вкушаю его, и у меня уже дошло утро до того, что я все время это утро передвигаю время выхода на работу, мне надо быть на работе в 9, сейчас я уже раньше, чуть позже был уже в 10, а теперь уже в 11, потому что мне в утра не хватает на общение с Богом, и это не хватает не потому, что мне кто-то научил и рассказал, что тебе, брат, надо проводить время с Богом, Аллилуйя, а я так и послушался, я общаюсь, когда я с ним общаюсь, и когда он мне открывает себя, свои мысли, свое сердце, свои желания, это получается очень захватывающий, интересный разговор, не монолог сам с собой, а разговор, вот я приглашаю вас на молитву, у нас молитва проходит здесь, в четверг в 18.30, а у нас еще есть кофе-молитва, которая проходит в 16.00, до, ой, а я в четверг сказал, да, в среду, спасибо, можете приходить, вот то, что вас приглашают, вас приглашают как раз вот в этот поток, вот этот поток, только тебе надо прийти и напиться, насытиться общением с ним, прийти такой, какой ты есть, может слабый, может тяжело тебе, может плохо, приходи, не оставайся сам в пустыне и не думай, что волшебный какой-то голубой вертолетик за тобой прилетит и тебя оттуда выцепит и доставит, да, мы сегодня читали и читаем слово, да, нам надо хотя бы одно маленькое действие сделать, да, жаждущим, идите, придите, сделай какие-то шаги от себя, я не говорю, что эти шаги самые главные, но это одно из условий тому, чтобы ты напоился, чтобы жажду ты свою утолил в Боге. Конечно, самое главное условие это, чтобы ты узрел, почувствовал, пережил живого, настоящего Бога. Когда ты с Ним соприкасаешься, когда ты удивляешься, восторгаешься им и ты замечаешь, какой Он чудесный, славный и великий, всемогущий, и Он еще и с тобой находится, и с тобой разговаривает, тогда ты сам будешь бегать за Ним. Поверьте, сам будешь бегать, сам будешь искать этого общения, сам будешь хотеть с Ним общаться. Что говорит Давид в Псалом 26, 4 стих? Одного лишь у Бога Прошу Прошу Вот то, что ищу постоянно. До конца дней моих я в доме Господа моего хочу жить, хочу видеть его красоту, наслаждаться великолепием его дворца. Одного всего прошу. Не прошу чего-то второго, третьего, четвертого, пятого, а всего одного прошу, прошу, чтобы пребывать в доме Господне многие дни, чтобы на самом деле быть с Богом, наслаждаться с Богом. И вот этот разговор, который у меня вчера состоялся с Богом, Бог спросил меня, а чего ты хочешь? А я говорю, а я хочу пребывать с тобой. Оказывается, я работать не хочу, служить не хочу, отдыхать не хочу, хочу наслаждаться тобой. Я сейчас не говорю вам для того, чтобы это было оправдание, не работать, не служить, не жить, ничего. У нас у каждого есть ответственность и обязанности, и мы должны их исполнять. И это отличает зрелого человека и зрелую личность от незрелой. Но жажда, какая она жажда, да? Мы начинали с того, что когда ты жаждешь, ты жаждешь только одного, у тебя нет целого списка, чего ты хочешь. Ты приходишь к Богу, ты жаждешь только Его, а все остальное оно не имеет тогда никакого смысла. Без Него оно вообще не имеет никакого смысла. Аминь. Нам иногда может казаться, что наши желания, которые нас влекут, нам иногда кажется, что когда мы идем за ними, мы будем насыщаться радостью. Радостью это будет ненадолго. Поверьте, я купил сначала одну машину с автосалона, Бог не подарил, только подарил, я уже смотрел другую. Радости было на неделю, потом уже смотрел другую, более лучшую, потому что это уже, видите ли, уже не то. Купил другую, более лучшую, уже через неделю смотрел еще другую. И так оно все время, и так со всеми обстоятельствами. Мы решаем какую-то одну нужду, какую-то одну проблему, появляется другая, и это называется суета. Мы погружены в это и думаем, что мы будем гоняться за нашими вот этими призраками, мифами, и достигнем, и добежим, и получится, и будем счастливы. Это утопия, самообман, жажда. Только когда ты к Богу приходишь, только когда ты с Ним соединяешься с самим Творцом, с источником жизни, тогда начинаются перемены в твоей жизни. И сейчас я не говорю о том, что обязательно после того, как ты встретился с Богом и начал Его жаждать, начал Его видеть, начал Его слышать, начал с Ним общаться, Он обязательно тебе, как Джим, будет загибать на твоей руке пальцы с твоими желаниями. Все, ты попал в самое чудесное место, где Он будет за тебя делать всю работу. Как в том мультике, да? Так а что, они за меня и есть будут? Ага! Тебе двое из ларца. Одного я прошу, чего хочешь ты? Чего просишь ты? Какая нужда у тебя на сегодняшний день самая глобальная, самая важная? И это я задаю тебе вопрос не для того, чтобы ты мне правильно ответил согласно слову, которое я сегодня услышал. Жаждать. Я хочу жаждать. Подумай, порассуждай, поразмышляй. Какие у тебя есть желания? Что отравляет твою радость? Что мешает, что действует вот этим сухим, что пытается засушить твой канал и убрать влагу, убрать Бога из твоей жизни? Какие нужды, какие желания у тебя на первом месте? Это вопрос для рассуждения твоего с Богом и честного твоего с Богом общения. Бог знает все твои мысли. Тебе не надо к Нему приходить и славить Его и поклоняться, потому что так надо. Приди такой, какой ты есть. Расскажи то, что у тебя есть на сердце. Поделись с Ним как самым лучшим своим другом, поделись с Ним как со своим любимым отцом, и Он не будет тебя вычитывать, Он не будет тебя критиковать, Он тебя примет, но только тоже сделай этот шаг навстречу, искренний шаг сделай навстречу к Нему. Почему Давид говорит одного и лишь я прошу? у Него что не было никаких нужд? Он ничем другим не занимался, только одного ему это надо? Кто-то может подумать, как мы часто думаем о ком-то, у кого близкие отношения с Богом ну какой-то выскочка. Ну выпендриваться хочет показать, как ему хочется быть с Богом. А мне так не хочется, значит я тогда считаю, что он выскочка, и это все неправда. Почему Давид говорит одного лишь этого я прошу? Потому что он герой? Значит наверное в его жизни были такие обстоятельства, когда ему Бог открывался до этого постоянно, и он осознал ценность самого Бога. На своей жизни, на своем жизненном пути, на своем опыте он убедился в том, что Бог он реально живой, чудесный и прекрасный. Он его видел, он его созерцал, и поэтому он понимает, что для него все остальное это ерунда. Аминь. Но для этого надо его вкусить. Вкусите и увидите как благ Господь. Для этого надо его сначала вкусить. И это уже твои личные взаимоотношения с ним. Как ты его вкусишь? Одного лишь у Бога прошу вот то, что ищу постоянно. Ищу постоянно. Извините, но я читаю, я понимаю, он какой-то зависимый. Ищу постоянно. Ну нормально, нету никаких дел ему заняться, занят все время Богом, ищет его постоянно. А постоянно, наверное, это и день, и ночь, и ночь внутренность его учит. И до конца, он дальше пишет еще, до конца дней моих я в доме Господа моего жить хочу, видеть его красоту, наслаждаться великолепием его дворца. С одной стороны, с человеческой точки зрения, мы можем подумать, ну какой-то озабоченный. Он постоянно занят тем, что он ищет Бога. Ну сходи ты на молитву один раз, ну на служение сходи второй раз, и достаточно. Что тебе еще надо? Будь как все, а на служение еще, а на служение еще сделай такой красивый вид, посиди, послушай, понравится тебе, сегодня была проба такая, не очень, а на молитву приглашают, а что молитва? Ну тоже за меня не помолились, что? А тут служителя придите на молитву, пожалуйста, приходите, а в твоем разуме слышится, опять меня куда-то толкают, ну куда вы меня толкаете, я и так уже здесь, а кто-то уже более сообразительный, а чего приходить, я онлайн смотрю, мне достаточно, Бог вездесущий, Он везде, но 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 мы смотрим тем, теми глазами Давида, который действительно переживал встречи с живым, чудесным Богом, то тогда становится все нашему разуму понятно, да, потому что оказывается для него это была самая сильная нужда искать и находить Бога, это была самая сильная нужда, почему, потому что когда ты его находишь и он тебе открывается, то все изменяется в твоей жизни и в твоей судьбе, ты его буквально видишь рядом с собой, и он в тебе, аминь, и сейчас у нас время еще есть, и сейчас зачитаю любимое слово Сергея Михайловича, насколько я знаю, что оно любимое, деяния святых апостолов 17, 27, 28, дабы они искали Бога, не ощутят ли Его и не найдут ли, и здесь уже подсказка, уже в этом слове уже подсказка, хотя он и недалеко от каждого из них из нас и дальше, ибо им мы живем и движемся и существуем и как некоторые из ваших стихотворцев говорили, мы Его и Род оказывается, что мы полностью зависимы от Него, даже если мы думаем, что мы сами по себе, даже если мы думаем, что мы сами по себе, сами хозяева своей жизни и делаем то, что хотим, оказывается, что мы полностью живем и движемся и существуем им, и вот этот поиск Бог заложил в наше сердце эту жажду, Он хочет, чтобы мы искали Его и находили, находили настолько, чтобы вот этот поток, Его поток, он лился через нас и может быть от этого потока освежались наши близкие, родные в общине и не только в общине, а может быть соседи, все, с кем ты соприкасаешься в течение каждого дня, чтобы этот поток, он захватывал, не только лился через тебя, а освежал еще и других, которые находятся рядом, которые тоже нуждаются в воде и влаге. Еще один перевод Вин Зарубов так, очень, я читаю разные переводы, только для того, чтобы мы все еще лучше раскрыли, какое Божье Слово, оно чудесное и прекрасное. Вин Зарубов так, чтобы они прагнули Бога и чтобы возможно шукаючи нашли Его, а же Вин поруч и с каждым. Мы в Нем живемо, мы в Нем рухаемося, мы в Нем существуем, каже дехто из ваших поэтов, бо мы его дети. Вин зробил так, если мы раньше читали дабы они искали Бога, то здесь звучит уже перевод Вин зробил так, для чего он так зробил, для чего Вин так зробил, мабуть, шо Вин хоче, шоб мы его шукалы и его находили. Жажда это когда ты жаждешь Его, но на самом деле это Он жаждет тебя. Жаждет тебя, когда ты сидишь в Телеграме, жаждет тебя, когда ты сидишь в Инстаграме, жаждет тебя, когда ты смотришь сериал свой любимый, жаждет тебя, и Он хочет с тобой проводить время, и хочет тебе открываться. И если ты размениваешь Телеграм, Инстаграм и вот это все остальное на то, чтобы не общаться, не пребывать с ним, значит, ты еще не вкусил, ты еще не вкусил, насколько он благой. Телеграм, Инстаграм хорошо. Быстренько радость, надо радость, чик, две минуты ролик, уже радость. Две минуты и уже утешение, все, вот так одно утешение, второе утешение, заправился за полчаса в Телеграме и пошел на работу. И на работе тоже пока едешь, тоже можно посидеть, тоже утешиться. Но это все не то. Это все заменители. Есть настоящая радость и есть настоящий живой и настоящая жизнь, куда, когда ты к нему приходишь, то из тебя начинают литься эти источники воды живой. Ты сам становишься вот этим уже ручьем. Тебе не надо влагу, тебе не надо капельку влаги с Телеграма, тебе не надо капельку влаги с Инстаграма, тебе надо целый поток, который у тебя есть, потому что ты этот канал, по которому может бежать вода живая и жизнь, источником, который является Бог. Аминь. Опять же, теперь уже говорит Соломон. еще один перевод, кстати, скажу, Виндзорбыв так, мы почитали украинский, еще один прочитаем. И это с тем, чтобы они искали Бога, пусть даже ощипью шли к Нему и могли найти Его, хотя Он недалеко от каждого из нас. Ощипью, пусть даже ощипью, неважно, какое у тебя состояние, насколько тебе тяжело, насколько уныло все, настолько ты не видишь никаких выходов, ответов, хоть ползи, если не можешь идти, ползи, если не можешь ползти, воззови, набери в грудь воздуха, всего стона, пусть этот стон вырвется с твоих уст, твоего сердца, воззови к Богу, воззови, Он услышит тебя и покажет тебе великое и недоступное, покажет тебе себя чудесного, прекрасного, и ты оживешь и станешь вот этим ручьем, горным, сильным ручьем, по которому течет, льется в радости, в веселье этот живой поток, это вода. Песня песней 1-3. Влеки меня, и мы побежим за тобою. Царь ввел меня в чертоги свои. Будем восхищаться и радоваться тобою, превозносить ласки твои больше, нежели вино. Достойно любят тебя. Влеки меня. Боже, влеки каждого из нас. мы нуждаемся все в тебе. Может, кто-то из нас этот каналчик уже совсем пересохший. Может, кто-то наполовину. Может, кто-то питается этими брызгами влаги через телеграмы, через инстаграмы, через соцсети. А сегодня мы хотим прийти к тебе, Боже, и попросить влеки каждого из нас. Помоги нам каждому из нас, как этому источнику, осознать, что ты, ты – это вода, ты – живая вода. И ты можешь сделаться в каждом из нас источником. Помоги каждому из нас осознать, осознать тебя, увидеть тебя, насладиться тобой, пережить встречу с тобой. Открывайся для нас так, чтобы мы были в восторге, чтобы мы были в восторге от тебя, какой ты живой, какой ты настоящий, какой ты любящий, какой ты нежный, какой ты ласковый каждому из нас. И хочешь быть таким, потому что ты жаждешь каждого из нас. Притягни меня до соби, мы побежим за тобой, царь, запровадить меня в палаты свои, будем захватывать и рады тебя ласку твою над вино вихвали они помилили десятым, что влюбил и тебе. Конечно, хочется, чтобы каждый из нас он пережил настолько близость, радость, восторг от встречи с Богом, чтобы вы сами уже бежали, чтобы вы сами стремились, чтобы мы каждый из нас, почему мы, вы, мы, мы все, мы, чтобы мы все бежали за ним, жаждали его и насыщались от него, чтобы каждый раз, когда у нас появляется жажда, когда появляется нужда, когда появляются тесные обстоятельства, чтобы мы бежали к нему и не за исполнением наших желаний, а за ним самим, и чтобы он сам нам открывался, как любит он тебя, как скучает он за тобой, как жаждет он тебя, почему, потому что он родил тебя, он творец твой, он хочет тебя, он жаждет тебя, он желает быть с тобой постоянно, он с тобой и есть, как мы читали сегодня, но он хочет с тобой проводить это время, находи это время для него, Боже, мы знаем, что ты среди нас, мы знаем, что ты в каждом из нас, и мы хотим жажды, мы хотим жаждать тебя, мы хотим жаждать новых, близких взаимоотношений с тобой, мы хотим жаждать, мы хотим, чтобы ты открывался каждому из нас, какой ты, какой ты чудесный, какой ты славный, какой ты великий, пусть на наших лицах, пусть на нашем сердце будет радость и восторг от того, что мы переживаем встречи с тобой, и сейчас это время, которое мы переживаем встречу с тобой, прикасайся Дух Святой к каждому, исцеляй наши сердца, исцеляй наши души, исцеляй наши раны, исцеляй наши боли, пусть твой бальзам, пусть твое помазание, оно просто окутывает каждого из нас, изливается на каждого из нас немерой. Чтобы мы, твои помазанные, чудные, прекрасные дети возвещали всем, какой у нас прекрасный отец, какой у нас прекрасный царь царей, какой у нас прекрасный Господь. Открывайся каждому из нас в своей славе, в своем величии, в своей любви, в своей милости. Открывайся каждому из нас, и тебе да будет вся слава и ныне, и вовеки веков веки.